От Аликов, Якоб Рейникс, всеобщая историко-топографическое описание Кавказа. История происхождения современных черкесов, которые также называются кабардинцами, не менее легендарна. Она написана Муллой Феррехаддином в X веке Хиджри, и поскольку они не имеют другой версии, она признается истиной всеми образованными черкесами. Она проявляется также в некоторых свидетельствах древних географов, которых Мула, несомненно, не читал. Предки этого народа, говорится в истории, произошли, согласно устной традиции, от расы Зинджи, цыган, которая раньше проживала в провинции Купт или Копт, в Египте, откуда она была позже изгнана. Причина, которая вынудила Зинджи покинуть Египет, заключалась в том, что князь этой области, которого звали Сыракус, выбил передние зубы некоему арабскому князю во время словесного состязания. Арабы по этому случаю потребовали удовлетворения и, согласно их требованию, Сыракусу должны были выбить столько же зубов. Но Сыракусу не устраивал такой способ примирения. Тогда арабы прибегли к праву оружия и объявили войну Зинджим, которые спаслись бегством и затем некоторое время бесчинствовали в областях Средиземноморья, особенно на островах, удобных для пиратства, до тех пор, пока Константин Великий не принял их и не поселил в различных странах. Вся раса Зинджи состояла из четырех орд. Ату, Адон и Гризет поселились в Афракии и Болгарии, но Сыракус со своей частью народа отправился на Кубань, и там его народ распространился под названием Зинджи и Дамиатийского озера. Отсюда они проникли во внутренние области и, наконец, овладели всей страной от моря до Маныча на протяжении многих сотен верст. Плиний упоминает народ под этим самым именем именно на этом участке. Но когда Страбон говорит о стране сиракенов и о племени намадов, которые жили на Ахардее, правом притоке Кубани, он называет Сираков, возможно. Позднее они приняли имя своего вождя и соответственно впоследствии изменили свое настоящее древнее название. Однако если, согласно этой традиции, современные кабардинцы являются действительно потомками этих самых сиракенов, то их миграция должна была иметь место раньше времени Константина. 192. Причина упоминания имени этого императора заключается в том, что ни одно имя греческих или римских императоров не сохранилось в такой степени среди современных бесписьменных, восточных народов, как имена Александра Македонского и Константина Великого. 193. Теперь, были ли они современниками или в какое время жили, на этот счет ничего нет в их сообщениях. Наиболее древняя эпоха, в которую они поселились, или кто совершил наиболее замечательные дела, в их сознании все это связывается на западе с Константином, на востоке с Искендером Куми, Александром. Таким образом, много правды в том, что Зинджи или Зингани, Фракии, Болгарии, Молдавии и Валахии совершенно сходны с египетскими бедуинами. Их обычаи, нравы и образ жизни, хотя и более ограниченные, являются такими же, как, собственно, у бедуинов. Насколько они способны в металлообработке, настолько же они и музыкальны. Кузнец и музыкант в европейской Турции – это, главным образом, Зинджи, а в Египте – всегда бедуины. Но черкесы в настоящее время слишком смешаны, чтобы определить по их чертам их происхождение, их обычаи, в основном, такие же, как и у татар, хотя они и имеют некоторые отличия. В VI веке Хиджри они покинули свою родину и осели на Дону, но волнения у соседних народов не дали им возможности жить в длительном мире и спокойствии. Они были вынуждены удалиться в Таврию и осесть на реке Кабар, от названия которой и слова «да, деревня» произошло название «Кабарда» или «Кабардины». Однако я слышал от просвещенных кабардинцев, что племя кабардинцев прежде называлось Кабар. Оно произошло от Чингисхана, проживало в Крыму и мигрировало оттуда. Субтитры создавал DimaTorzok